В своей речи вы отметили, что проблема главным образом будет решаться в Ереване. И всегда в своих заявлениях говорите про площади в Ереване, но так и не выходите на площадь. И после этого перерыва парламентская оппозиция готовится вновь занять площади. В данном случае эти заявления странные, что проблема будет решена на ереванских площадях, когда полюс не на площади и не готовится возглавить народ. Вы искажаете наши слова, заявляя, что полюс не готовится созвать народ. Во время нашего последнего митинга мы заявили, что следующий митинг будет решающим. Мы соберемся и больше не уйдем домой, пока не освободимся от этих подонков. Это было 9 апреля. После этого вы видели, что произошло на площадях по указке Москвы и согласованно с Пашиняном. И на протяжении этих трех-четырех лет игра в черных и белых постепенно поднимается и опускается. Когда они чувствуют, что неконтролируемая ими сила может серьезно повлиять на ситуацию и, пользуясь случаем, навязать повестку, они объединяются и всеми своими возможностями мешают нашему движению. Мы стали свидетелями очередного этого мероприятия, который по своей силе был беспрецедентным по сравнению с предыдущими годами. Вообще, после 9 ноября по отношению к нам степень информационной блокады была беспрецедентной. Даже при Серже не было такой блокады, которая имела место за прошлый год. Возвращаясь к вашему вопросу, позовем мы или нет, мы находимся в этой позиции. И как господин Шуказян сказал, наша готовность и наша способность быть смелыми должны сопровождаться также правильным моментом с имеющимся геополитическим развитием событий в регионе, о котором мы также говорили 9 апреля. Об обстоятельстве выбора правильного момента, который мы условно обозначили как момент Х. И этот момент Х может настать очень скоро или может случиться немного позже. Но сегодня никто не может сказать, когда он будет. Мы внимательно следим. Однако, как я сказал немногим ранее, мы не заняты только наблюдением. Мы в процессе подготовительной работы по решению важнейших проблем относительно внешней угрозы и освобождения от внутренних подонков. И будет правильно, пользуясь случаем, я должен снова обратиться к политически осознанной части нашего народа. В очередной раз, в последние месяцы, в особенности заточение 28 мая наших друзей в тюрьмы, последовавший за этим процесс, ускоренное возобновление процессов в отношении Сосна ЦРР, важные события вокруг села Агавно, я надеюсь, что у этой осознанной части искра наконец-то превратится в огонь, и они станут ближе к нашей повестке. И еще раз повторяю, вместе мы не добьемся какого-либо успеха по отдельности. Мы сделаем это вместе. Я уверен, что сегодня среди нашего народа число этой осознанной части является достаточным, чтобы решить ту задачу, которую мы поставили перед собой. И эти отчаянные образы, которые сегодня есть, поощряются и пропагандируются. Параллельно позорным событиям в Агавно мы видим, что показывают в социальных сетях и по телевидению, чем заняты действующие в кавычках власти. Это также делается со специальной целью, чтобы держать армянский народ в разбитом состоянии. Самым тяжелым ударом по нам будет депортация из того же Агавно, если армянский народ увидит новую навязанную депортацию. Это должно быть предотвращено. И Полиус, чем может, должен помочь в этом вопросе. Как? Об этом поговорим в ближайшее время. Подводя итог, мы должны повторить важные обстоятельства. Господин Гаспарян вспомнил, что мы являемся той силой, которая отвергает и не принимает российско-турецкие договоренности от 9 ноября. Мы отвергаем их. Мы заявляли об этом в прошлом, заявляем и сегодня. И я уверен, что придет время, с полностью заполненными людьми площадями, мы отвергнем их. И оттуда начнется создание основ нового, независимого, суверенного и национального государства. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.